Всем привет! Сегодня я буду снимать необычное для своего канала видео, но я надеюсь оно войдет в традицию. У меня очень часто девочки спрашивают, почему у вас нет видеомесяца, либо фавориты месяцев в пламени ароматов. Почему нет видеомесяца в начале месяца? Потому что у меня такой характер, вот я сейчас скажу, что я буду пользоваться этим, этим, этим в ноябре. И вот из вредности своей природной мне будет хотеться других ароматов. Поэтому я решила в середине месяца снимать свои ароматы. И не все ароматы, которыми я пользуюсь на данный момент, потому что есть одиночки, а именно те, у которых есть сопровождение. Как и уходовые средства, ароматы я причисляю каким-то другим уходовым средством, собираю наборчики и вот так мне нравится. Итак, у меня новое подразделение видео, это ароматы и их свита. Начнем с самых простейших, которые у меня тут даже, знаете, никакой фантазии. Это Today, цветочный аромат, гибискус, ваточник сирийский и мускус. И, девочки, он у меня стоит на столе, будет стоять все холодное время года, потому что он такой торжественный, такой серьезный для меня. Летом я им пользоваться не могу, да и в холодное время года я им на выход куда-нибудь или вечером. Для него у меня свита очень-очень простая, я бы сказала банальная. Это, собственно, лосьон для тела Today. Я им, если честно, еще ни разу не пользовалась, потому что я в ноябре еще, в общем полноября мы болеем, вы слышите по голосу, он у меня только-только восстанавливается. Аромат обалденный от крема, я его открываю и нюхаю, слава богу, у меня нос не забит. Вот, и к нему также, я буду вот так, давайте даже поставлю сверху, чтобы все у меня поместилось. И к нему, конечно же, у меня тоже гель для душа Today. Еще в старом дизайне, но мне очень нравится, что я тут вижу всю эту красоту перламутровую. Я вообще люблю гель для душа перламутровый, ужасно просто. Его я тоже обязательно попробую. В общем, вот такая у меня троечка Today, и вот я сейчас подвыздоровлю, начну выходить в люди, и обязательно им воспользуюсь. Это у меня такая не на каждый день. Далее у меня то, что я полюбила, прям вот очень сильно-сильно, это Avon Alpha. Аромат ко мне попал случайно, Avon подарил мне этот аромат в подарок за 50 рублей по какой-то акции. В прошлой весной или осенью, вот я сколько его использовала. Пользуюсь я им исключительно в холодное время года. И это восточно-фруктовый аромат, малина, кашемир и жимолость. И мне очень нравится, как он раскрывается на теле, где-то через полчаса после нанесения. Вообще шикарный аромат, я прям люблю его очень-очень. И к нему у меня, конечно же, в пару тоже неоригинальный такой же аромат, лосьон с ароматом парфюма Avon Alpha. Этот лосьон у меня уже более половины использован. Он белого цвета, он очень быстро впитывается, хорошо распределяется, в то же время увлажняет кожу и усиливает аромат. Вот, я им пользуюсь с утра, и ни разу у меня не было такого, чтобы я там что-то испачкала, куда-то так поставить, чтобы видно было, это помпочка моя. Давайте я разверну. За эту помпу у меня не уходит этот парфюм со стола. И в качестве геля для душа к Альфе я взяла вот такой вот гель для душа, это уже от Фаберлик, счастливые моменты, розовые грезы, два в одном. Как пену для ванны ни разу не использовала. Здесь у нас ароматерапия, по-моему, марокканской розы, если я не ошибаюсь. А, индийская, индийская роза. Но подходят они идеально. Никаких вот так, чтобы противоречий было, можно даже вот такого задвинуть, и он поместится. Никаких конфликтов не возникает. Так, далее. То, что я использую практически каждый день, это у нас Пурбланка Элеганс. Она, кстати, не парфюмерная, а туалетная водичка. И, мне кажется, она мне тоже пришла в какой-то подарок. Я не могла ее сама заказать. Тоже, в общем, все, что мне Иван дарит, практически все я оставляю себе. Это восточно-фруктовый аромат, лесные ягоды, цветы жасмины и белый мускус. Нравится мне этот аромат вот именно в такую осеннюю погоду. Он такой теплый, он меня согревает. Такой вот, не знаю, многие на лето берут этот ароматик у меня, он на холодную погодку. И к нему в парочку у меня просто Пурбланка Элеганс, шариковый дезодорант. Я его люблю, но сразу скажу, что у него шарик большой. И сейчас вам расскажу такую историю. У меня клиентка как-то говорит. Вот хочу заказать шариковый дезодорант. А клиентке, надо сказать, так, за 50 лет она такая дама. Она солидную должность занимает. И она такая всегда с деловой ноткой. Хочу заказать шариковый дезодорант. Вот как ты мне скажешь. Я ей честно говорю, что у них шарик большой. Что нужно подождать, когда подсохнет. А когда подсохнет, действие достаточно неплохое. Но что она мне говорит? Вот знаешь что, когда подсохнет? Это мы, русские, привыкли 20 раз возить туда-сюда. Нужно провести раз и все. И тогда не нужно ждать долго, когда подсохнет. И знаете, девочки, реально, я про нее вспоминаю каждый раз, когда пользуюсь шариковыми дезодорантами, не только эвенскими. И реально, если один раз провести, шарик действительно большой, что всю подмышечную впадину обрабатывает. Реально меньше ждать. Так что вот спасибо моей клиентке за такой совет. Вот. И к этому у меня ароматику как бы нейтральный. По аромату вот такой крем 21. Прислала мне его Татьяна Термилева. Танюш, спасибо большое. Я сначала первый раз, когда им воспользовалась, я офигела. Он такой... Сейчас я вам покажу. Я им пользуюсь уже достаточно давно. Наверное, более двух недель. Но посмотрите, как он мало уменьшился. И я честно думала, что в этой вот большущей банке 400 мл. Но как-то я обратила, стала читать. И обратила внимание, что тут только 250. Но она такая большая. И мне кажется, ее хватит точно на... Ой, наклонила. В общем, он очень питательный. И когда его наносишь, он достаточно сложно разносится. И я его использую исключительно, когда мне не нужно срочно одеваться. Потому что нужно ждать, когда он впитается. И если срочно бежать, то он не подходит. Вот. А так вот они не конфликтуют. То есть, нет такой какафонии ароматов, что тут слышно одно, тут другое. Нет, такого нет. И я, кстати, оттуда и ушла. Но у меня из серии ТТА еще один ароматик есть. Это My Everything. Тоже я его получила в подарок. Очень была безумно рада ему. Это цветочный аромат. Бергамот, роза и пролине. Для меня он пахнет сладкой земляничкой. Так, на финише. И, в общем, очень долго держится на теле. Очень я его люблю. В косметичке у меня такой мини-пробник с распылителем. Классный аромат. Я очень рада, что мне Эйвен заменили Daydream на него. То есть, у меня и Daydream есть. Но я его что-то в ноябре решила не трогать. И вот, запомните, что здесь последняя ноточка. Это пролине. И он у меня классно сочетается с этой новинкой Эйвен от Планеты СПА. Непревзойденное питание. Увлажняющие маски для душа Иван. Не буду долго останавливаться. Ссылку внизу оставлю. Я на него уже написала отзыв. В отзыв про. Классный у него аромат. В общем, они идеально созданы друг для друга. У него тут, кстати, видите, от того, что это масло, сами понимаете, упаковочка уже такая. И здесь в состав у нас входит масло, да, аромат ореха макадамии, ваниль и карамель. Вот это, наверное, карамель, как и пролине. В общем, сладенько. И им, если я today только на вечер могу, то MyEverson я могу нанести и утром. И вот это масло заменяет собой и гель для душа, и лосьон для тела. В общем, увлажнила кожу прямо в душе и побежала, да, и нанесла свой любимый парфюм. Так, далее у меня такая тоже ежедневка. Это, сейчас я достану. Это вот такой моноароматик. Это маракуйя. У меня племяшка пользовалась им летом. Мама пользовалась летом. Меня этот аромат летом душил. Прямо вот реально я задыхалась от него. И вот сейчас, смотрите, за ноябрь месяц я его как хорошо поиспользовала. Он у меня такой, чисто добежать до сада. Когда мне никуда идти не надо, я с утра побрызгалась, добежала до садика, отвела ребенка, привела. В общем, такой он повседневный. Его можно много брызгать, но он для меня тяжелый, поэтому пару пшиков мне хватает. И для него у меня в пару с маракуйей гель для душа. Это маракуйя пио. Он тоже такой, он как бы летний, да, все летом им пользуются. Но у меня всегда в холодное время года, начиная с осени и заканчивая ранней весной, всю зиму у меня один, но должен быть гель для душа какой-то летний. С воспоминаниями о лете, чтобы, в общем, такой пробуждающий. И вот этот у меня гель для душа, самый такой ходовой в плане маракуйи. И чтобы вот этот моноароматик, он звучит недолго на теле, часа два, и чтобы его усилить хотя бы до четырех часов, я могу перед ним после душа нанести на тело спрей маракуйя пион. И тогда, девочки, они как-то друг с другом дружат и продолжают этот аромат сладкий. И причем, если этот меня немножко душит, аромат парфюмчика вот этого, ну не парфюмчика, да, а просто этот аромат, если он меня душит, то вот этот к нему добавляет мягкости. И вот вместе они прям мне очень нравятся, как они начинают звучать. Вот, очень так сладенько и в то же время ненавязчиво. В этом плане, конечно, все очень хорошо. Так, далее покажу. Не нашла описание я, да. Сейчас я, чтобы уж вам... Что-то забыла я про него, если честно. Это у нас Avon Femme Icon. Может, я его и не записывала в описании, но я точно помню, что в нем есть ирис, потому что я нашла гель для душа, именно чтобы там был ирис в составе. Да, это цветочно-древесно-мускусный аромат, малина, ирис и пачули. Очень он мне понравился в свое время. Также я его заказала в каком-то там подарке. Я его доставала в сентябре, не смогла пользоваться. Я поняла, что у него нет никаких друзей, и он как-то в сентябре даже мне с какой-то тяжелой финишной ноткой казался. А вот в ноябре я его достала в паре вот с таким гелем для душа из серии Avon Senses. Это «Любовь в Париже». Это самый парфюмированный аромат геля. И у нас тут как раз с ароматом розы, ириса и нотами янтаря. И вот девочке такое ощущение, что это парочка. Вот не дать, не взять. Они повторяют друг друга, продолжают друг друга. Вот недельку я ими пользуюсь. И прям я думаю, что я буду только в тандеме их использовать. В этом плане мне очень нравится. Сейчас чуть-чуть отодвину, а то я опять уже не вмещаюсь. И последний аромат, который я вам покажу, это «Дона Феличи» от «Фаберлик». Получала я его по стартовой программе. Мне было интересно. Я прочитала его описание, что это ревесно-цитрусовый аромат. Конечно, мы все видим то, что хотим. Главное слово я услышала и увидела – цитрусовый. В составе бергамот, мандарин, сладкий лимон, зеленые листья, свежая зелень, ветивер, тиковое дерево и амбро-мускусный аккорд. Да, когда наносишь его на тело, цитрус прям сразу слышен. И такой он активный. И я думала, что вот он будет мандаринками пахнуть. Но потом он оседает как бы на кожу. И вот этот вот амбро-мускусный аккорд очень прям вот шлифит. И так тяжело для меня. Не смогла ни в сентябре, ни в октябре. А вот в ноябре месяце я им очень хорошо попользовалась. Садится батарейка. В паре вот с таким муссом для тела Атаква Фрут. Здесь у нас мандарин и экстракт гнироли. И вот этот лосенчик очень его смягчал. Он такую мягкость ему придавал. Надо быстрее ставить. Сейчас у меня точно сядет батарейка. Такую мягкость, такую прям именно вот разбавлял вот этот тяжелый шлейф. Ну и конечно оригинальный гель для душа к нему. Вот сразу видно, как я сразу использовала. И по лосенчику-то видно. И так как лосенчик осталось на несколько использований, я уже нашла. Я поняла, как с ним бороться. Нужно просто брать что-то такое мягкое, что будет разбавлять. И я попробовала нанести на тело перед ароматом вот такой спрей. Клюквы и корица от Ava Naturals. И да, спрей тоже начал смягчать. Уже не стал такой вот этот вот древесный аккорд меня поддушивать. Вот. И быстренько скажу, что дезодорант с Пурбланкой Пурбланка, с остальными дезодорант у меня вот такой. Вот это кристаллический дезодорант Грейс с кокосом. Так как садится батарейка, я его покажу. Описание у меня, ссылка тоже в отзыв про я написала. Я так много отзывов про них начиталась и наслушалась. Очень хотела купить такой кристаллический дезодорант. Но вот его мне подарила подруга. И хочу вам сказать, что как бы преувеличенное. Хватает мне защиты от запаха пота именно часа на 4 максимум. Вот видите, он как плохо закручивается. Это все потому, что вот здесь вот скапливается. Сейчас он такой влажненький. Я недавно мылась и им пользовалась. Вот даже хрустят эти частички. И вот здесь, сейчас я вам покажу. Видите, это сыпется вот из этой дырки. Вот эти кристаллики. Полка, где он стоит, всегда грязный. Вот руки у меня, видите, все уже в этих кристалликах. Как бы с собой не возьмешь. Днем не воспользуешься лишний раз. Только с утра на влажную подмышечную впадину. Влажным вот этим вот стиком. Может быть это очень безопасно. Но это очень ненадежно. Потому что потеть вы будете, как и потели. Но без аромата в течение 4 часов. И гелечки для душа у меня, для тех, у кого нет в пару, у меня всегда должны быть нейтральные. На данный момент у меня уже заканчивается вот такой гель для душа. С бодики от Johnson's Baby. И его мне дарила тоже Татьяна Термилева. Его осталось совсем чуть-чуть. Про него расскажу в пустышках, чтобы не задерживать видео. И ему на смену придет вот такой от Faberlic гель Zima. Потому что нейтральный аромат. Я думаю, он и с пурбланкой хорошо будет звучать. Он будет хорошо звучать. И я не знаю, какие у меня беспарты пока. А остальные у меня все с гелями. Но с пурбланкой буду пользоваться им. И помимо этих ароматов, которые у меня как бы все в парах и тройках, у меня есть ароматы дорожные, косметички. У меня сейчас там Beauty Cafe от Faberlic. Ну, такие, которым я просто могу побрызгаться при выходе. Шершель Афам. Ну, в общем, которые у меня не в наборах. В общем, вот такое видео я решила для вас снимать в середине каждого месяца. Пишите. Интересно было, неинтересно такой формат видео. Потому что наборы я всегда собираю и в уходе и в парфюме. Буду с вами прощаться. Потому что батарейка мне говорит, давай быстрее заканчивай. Я заканчиваюсь тоже. Вот. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч, новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok